ребят всем привет занимаюсь сортировкой своих запасов виниловых пластинок есть у меня вот здесь вот такой вот уголок с боксами это все пластинки которые пока еще не получили место на полках есть небольшой вот такой вот у меня пластиковый бокс здесь мне немножко детских сказок на немецком языке планировал подарить вот эти все пластинки я знаю что в 20 здесь и одному детскому хоспису также хотел купить небольшой проигрыватель отдать ребятишкам подарок вот тут вот немного подарочных специальных конвертов так они выглядят но что еще здесь целлофановые упаковки здесь тоже такие вот бумажные внутренние конверты но и среди них нашел третий альбом фальку на цветном виниле он у меня здесь стоит в запасниках потому что они в не очень хорошем состоянии я ищу ему замена но эта пластинка очень с интересной историей которые сейчас вам расскажу ну вот так вот выглядит на свету это пластинка там в той комнате было немножко темно получается что это обзор одной из пластинки из моей коллекции я понял что вчерашнее видео ну либо прошлое видео не знаю когда я залею этот материал на youtube очень даже хорошо зашел там кто-то в комментариях спрашивал что за видео я сделал с ограниченным доступом это видео с моим мнением вернее с нашим общим мнением о том как иногда бывает тяжело интегрироваться даже после 20 лет прожитых в германии немецкое общество ребят стало поступать очень много негативных комментариев с прямыми оскорблениями не только в мою сторону но и в сторону тех кто оставлял позитивные комментарии вы этого ничего не видели потому что все попадает в специальный спам бокс или как его правильно назвать и эти все комментарии ждали моего одобрения должен ли я разрешить их почитать или что я должен с ними сделать ребят надоело это гавкотня некоторых но недалеких наверное пользователей интернета и вкладывается впечатление что дурдом пронесли мобильные телефоны оттуда были какие-то просмотры материалов и непонятного содержания комментарий но забудем про это забудем об этом я хочу вам показать этот альбом это как я уже говорил третий альбом фальку который мог бы даже быть отозван из продажи из производства все это из-за одной песни которая есть на этом альбоме это песня дженни на эту песню был снят клип клип был очень такого скандального содержания и давайте я вам сейчас немножко об этом расскажу но для начала покажу до виниловую пластинку обложка да слегка вот видите она такая потрепанная погнутая с такими видимыми следами использования сам винил цветной цветной и очень редкий было мало прессованного цветного винила в цвет обложки на камеру это не передается но винил имеет такие ну скажем царапины ничего такого критичного пластинка проигрывается с обеих сторон но тем не менее хотел бы я у себя в коллекции иметь экземпляр более такого но лучшего сохрана так скажем как я уже и говорил раньше дженни это песня австрийского певца и музыканта фальку вошла она в третий альбом и позже в континентальной европе была издана отдельным синглом дженни это один из редких примеров песни с текстом который исполнялся на немецком и английском языке большая часть песни исполнялась конечно же на немецком а припев на английском языке сингл который был отдельно издан от альбома как и ожидалось должен был закрепить успех самого третьего альбома но все пошло совсем по другому сценарию после того как на этот сингл был снят клип был превосходно снятый клип достойный называться наверное короткометражным фильмом пусть фальку и не был профессиональным актером но безошибочно чувствовал свою музыку ему удавалось отразить даже на лице каждую ноту этой щемящей душу драмы когда фальку снимался в этом клипе в нем уже ничего не осталось от прежнего белозубого комиссара я думаю все помнят эту песню перед нами предстает маленький неприметный и очень ранимый человек одержимой любовью он прячет свое лицо под шляпой носит длинный плащ герой фалька безнадежно был влюблен в юную девушку как можно догадаться легкого поведения по имени джинни которая возможно только для него одного на целом белом свете была не какая-то уличная девка нежное и чистое существо ребят я надеюсь вы все видели этот самый скандальный клип под слоем теней помады он видит в этой девушке скорее всего ангелова плоти и ему кажется что этот мир ее губит дальше по сценарию поздним вечером он идет за ней по пятам и в конце концов он ее убивает чтобы спасти ее душу и вырвать из лап разврата ребят в клипе как вы наверное заметили была вставка из реальной жизни это был спец выпуск новостей в котором говорилось о том что за последние несколько месяцев число пропавших людей резко возросло местная полиция сообщает нам о новом трагическом происшествии связано с 19-летняя девушка и так далее так далее ну все это тоже вызвало огромную волну негодование населения и всех тех кто видел этот клип и они просто-напросто обрушились с своей негативной критикой на частности на фалька ну и наверно на авторов клипа как я говорил раньше формально джинни увидела свет еще восемьдесят пятом году в октябре месяце когда поступила в продажу в составе альбома falco dry однако буря поднялась только в следующем году когда вышел сингл и песня вошла в ротацию причиной тому послужили трагические события случившиеся за несколько лет до того а именно дочь немецкого диктора дитера кронцукера ее кузину похитила итальянская мафия и держала в плену когда же кронцукер услышал песню его возмутило что историю похищения и убийства вот так вот спокойно можно представлять по радио и показывать вот такие вот клипы да к тому же она еще и занимает первое место в чартах 14 января восемьдесят шестого года в выпуске тележурнала хойта по-русски переводится как сегодня был показан отрывок из клипа после чего кронцукер с новой силой обрушился на певца с гневной критикой обвинив фальков до безответственности и в заигрывании с темой сексуального насилия конечно же фалька признался в том что ожидал некоторые проблемы с восприятием его героя но даже представить не мог себе насколько будет такие бурные негодование ну что тут скажешь бурные дебаты вокруг джини лишь подстегнули к ней интереса запреты сыграли роль в пиар компании фальку запрещенные пластинки раскупались по 90 тысяч экземпляров в сутки тем самым вознося песни на самые вершины чартов австрии швейцарии германии норвегии нидерландов и швеции ребят очень много еще есть интересных фактов связанных с этим клипом с этой песней с этим альбомом все это вы можете почитать в интернете если вам это интересно наверное на этом закончу вот такой вот небольшой был обзор небольшая история пластинки из моей коллекции напишите в комментариях есть ли у вас такой альбом либо сингл слышали ли вы что-то о фальку ну и напишите свое мнение об этом ролике желаю всем приятных покупок и пополнений коллекции альбом альбом